Начнем с темы не совсем башкирской, но так или иначе к нам все-таки относящейся, потому что губернатор и глава республики для нас как бы понятие не чужое. Игнатьев, глава Чувашии, бывший уже глава Чувашии, пожаловался на Путина самого, да, не на кого бы-нибудь, за то, что тот его отправил в отставку за утрату доверия. И это вызвало очень неоднозначную, но бурную реакцию общественности. С одной стороны люди смеются, с другой стороны задают вопросы, а вот это вот что такое? Вот вы как это себе видите? Я это вижу, во-первых, как некую демонстрацию со стороны Кремля того, что Путин абсолютно обычный человек, против которого можно подать иск. И более того, суды у нас так независимы, что иск этот будет принят. И иск частично принят, на самом деле. То есть Игнатьев почему-то свалил все в кучу, он еще обвинил Путина в частичной потере трудоспособности и прочих проблемах своих. Но тут суд, да, резонно ему отказал. А вот в том, что Путин легитимно или правильно ли отстранил Игнатьева от должности, суд эту претензию принял. Я думаю, что здесь отчетливо прослеживается цель и задача провести этот суд и показать всем губернаторам, что это абсолютно законно. И так будет с каждым, кто не будет вписываться в парадигму Путина и верховной власти России о представлении о губернаторах. То есть мы вот до эфира обсуждали немножко механизмы и технологию, да, то есть Путин отстраняет губернатора на основании недоверия. То есть Путин теряет доверие к человеку и после этого, значит, как основание для него это отстранение губернатора. Ну, с другой стороны, существует избранность губернатора. И это, ну, весьма весомый аргумент. То есть большинство населения так или иначе, что зафиксировано Центрсбиркомом, проголосовало за этого Игнатьева, и он стал губернатором, и был губернатором еще какое-то время должен был им быть. И тут Путин вмешивается в ситуацию, появляется, значит, и говорит, знаете, я ему не доверяю, я его у вас забираю. А как же народ? А он же избрал. Нет, народ ему доверил на определенный срок. То есть вот там на 5 или на 4 года он выразил ему свое доверие. Закон устроен так, что в течение этих 5 или 4 лет губернатор этим доверием пользуется, использует его, там, кто-то его расходует, кто-то его приумножает, и дальше как пойдет. Тут Путин, получается, ну, по сути, отказал народу в праве доверять человеку и делегировать ему вот эту власть. Вот в этом, собственно, ну, это, наверное, даже не юридический, а философский такой конфликт между вот ситуацией избрания и ситуацией недоверия со стороны президента. То есть, ну, вот это я примерно все вижу, но на самом деле у нас сейчас все, что делается в публичном пространстве, делается с определенными целями, значит, достижения которых, ну, оно вписано в эту вот конструкцию, выдвижение Путина дальше и навечно. То есть это как инициатива Игнатьева снизу? Вот это вот надо сфиксировать? Я вполне допускаю, что это пришло ему в голову самому, хотя, может быть, и обратное, но поразительно и необычно то, что это не было пресечено на самом первом этапе. Ну, первый этап был бы такой, приехали бы уважаемые люди и посоветовали бы ему этого не делать, и он бы этого не сделал или сделал. Если бы он это сделал, то на самом первом судебном этапе ему бы все это дело отрубили, сказали, ну, мы не видим оснований законных вообще о претензиях, то есть, до свидания, гражданин Игнатьев. Этого не случилось, значит, ну, понимая управляемость нашей судебной системы и некую ее аффилированность, ну, в моем, по крайней мере, субъективном представлении, мы предполагаем об том, что это некий срежиссированный такой спектакль, у него есть цель и задача. Конечно же, Игнатьев сбитый летчик и абсолютно обречен в политическом пространстве, но он будет использован для этого вот такого достаточно утилитарного мероприятия, как вот доказательство губернаторам легитимности и могущества власти Путина в отношении них лично. И вот в связи с этим я вспоминаю, что с утратой доверия у нас буквально единицы уходят в отставку, в основном-то все сами по собственному желанию пишут, и как бы у них уже нет никаких оснований, кого бы то ни было обвинять, как у нас в республике случилось, например. Ну да, но здесь, конечно, мы не знаем точно, сколько губернаторов потеряло доверие Путина на самом деле, потому что ситуации бывают крайними, ситуации бывают экстренными и ситуации бывают завуалированными, непонятными. То есть вот ситуация, скажем, с тем же Хамитовым, она не ясна до сих пор. То есть есть несколько версий его ухода, одна из них действительно говорит о том, что он ушел спонтанно и самостоятельно, тем самым подложив свинью и администрации президента, и Путину, и прочим, потому что планы были несколько иные, он должен был досидеть до февраля, до марта, и потом, значит, должен был планово появиться преемник. А он, значит, вот так выступил. Вторая версия говорит о том, что ему там намекнули и сказали, Рустам Закевич, вам пора. Но, тем не менее, ушел он по-хорошему, ушел он по собственному желанию, с орденком, с медалькой, значит, с должностью, башнефть и все дела. То есть, соответственно, мы до конца точно не знаем, сколько там человек потеряло доверие. Но у меня есть такое предположение, что в конечном итоге все губернаторы теряют доверие Путина, 100%. Только исход у них разный, там кто-то досиживает свой срок, кто-то, значит, уходит чуть раньше, но по собственному желанию, там, так далее, так далее. И действительно, единицы там на Сахалине, вот в Чувашии еще там где-то, где-то были там пинком под зад выбиты, там кто-то даже и посажен. То есть, ну, это совершенно исключение. Ну, раз уж мы затронули такую федеральную тему, давайте ее закруглим оставшимися вопросами. Вот у нас 24 июня Парад Победы, где-то там, в этих датах, возможно, состоится голосование по Конституции. На ваш взгляд, результаты этого голосования будут ровно теми же, которые были бы, если бы оно состоялось вовремя в марте, или все-таки мы теперь получим нечто иное? — Безусловно, мы получим нечто иное, и достигнуть даже поставленных задач, скажем, поставленных задач со стороны администрации Путина будет чрезвычайно сложнее, нежели бы это было бы вот 22 апреля. Это, пожалуй, что не обсуждается в том смысле, что абсолютно изменилась ситуация в стране, абсолютно во многом пересмотрено отношение к власти у населения даже в самых таких вот лояльных слоях. Ну, то есть, та мера недовольства, которая присутствует всегда, ну, это вот как недовольство населения, это как микробы. Они всегда есть, но вот если их немного, то они не приводят к заболеванию. Если их чрезвычайно много, они вызывают заболевание. Вот сейчас концентрация этого микробы недовольства, она очень сильно возросла у населения. У кого-то это уже вызвало отторжение каких-то, значит, представлений и решений, у кого-то это кто-то балансирует, но, как говорит великий политолог Абаз Галямов, количество людей, которые будут голосовать спонтанно, возрастет вот на этом голосовании. А спонтанность, это всегда, ну, с точки зрения математики, несколько вариантов исхода, и, соответственно, значит, это увеличит количество людей, которые проголосуют против. А почему это произойдет? Казалось бы, ну, ситуацию с пандемией так или иначе, по крайней мере, по официальным данным взяли под контроль, она выправляется. Экономика испытывает трудности, но не рухнула, все работает. Ну, официальные данные у нас, как обычно, в последнее время ничего общего не имеют с реальностью. Это тоже инструмент агитации и пропаганды, а реальная жизнь, она зачастую очень сильно отличается от официальных данных. И вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, и это не только пандемия, это еще и нефтяной кризис, который, ну, вот Россию накрывает, только начинают накрывать. И почему, собственно, Путин так торопится? Потому что, скажем, ситуация в сентябре, в октябре, в ноябре будет вообще кардинально иной. И вот тогда вообще вопрос, надо ли проводить голосование, стоит ли пытаться это рисковать вот этими результатами. То есть, почему такая спешка, почему такая, ну, отчаянная, я бы сказал, поспешность проведения этих мероприятий и парада, и голосования. Вот, то есть, очень многие слои общества пострадали и задеты этой ситуацией. Более того, информация о негативных аспектах, которые происходят сейчас в обществе, она расходится очень широко. И даже тех, кого, например, не касается этот кризис напрямую, они все равно видят те безобразия, которые происходят и на местах, и в центре, и в целом стране, и в экономике, и так далее. То есть, конечно же, негативный эффект этого кризиса, он отразится на результаты голосования, это точно. А может тогда вообще не проводить? И как бы формально ведь уже процедуры, которые законом прописаны, все проведены. Совет Федерации, Госдума, региональные парламенты провели свои утверждения. Все, по идее, поправки приняты. Я скажу даже больше. В проекте закона о патриотическом воспитании, который предложил Владимир Путин, уже содержатся нормы новой конституции. Вот. То есть, он уже ею пользуется. На самом деле, Путин уже пользуется той конституцией, за которую мы не проголосовали. Нет, все-таки здесь сохраняется логика необходимости народной поддержки, которая была заложена изначально. То есть, вообще, зачем это было? То есть, Путин же даже немножко поспорил с парламентариями, когда они ему сказали, дорогой Владимир Владимирович, да все нормально, мы вот смотрите, по закону можно как? Вот сейчас вот верхняя и нижняя палаты проголосуют, вы все утвердите, Конституционный суд подтвердит законность поправок, и все нормально. Путин сказал, нет, минуточку, тухта. Нужно, чтобы народ обязательно закрепил, потому что у нас главный все-таки народ. Ну, это все, конечно, была некая постановка, но сейчас отказаться от этих слов уже нельзя. Нельзя же сказать, что я передумал, народ, это не важно. Ну, то есть, Путин, он вообще человек слова, если сказал, он делает. Соответственно, то есть, здесь я не иронизирую, это действительно так. И, соответственно, как бы вот он сказал, значит, будет так, как он сказал. Даже если это будет сделать сложно, там, почти невозможно, но он добьется невозможного от подчиненных, он умеет. Вот, одно дело, как говорится, добиться от подчиненного там результата, в другое дело все-таки взять под контроль полный распространение того же вируса. Ведь не секрет, что для того, чтобы успешно провести это голосование, нужно статистику показывать правильную. Сейчас вроде к этому все идет. Если предположить, что вы правы, и эта статистика не имеет ничего общего с реальностью, ведь ситуация может, ну, просто выйти из-под контроля, имея в виду с коронавирусом, и тогда будет хуже гораздо. Здесь многостороннее движение, на самом деле. То есть, во-первых, дать хорошую статистику и взять под контроль заболевание, это совершенно разные вещи. Ну, ситуация и в Башкирии, и в Дагестане, и в некоторых других регионах нам это четко показывает. То есть, некоторое время статистика Дагестана была прекрасной. А потом выяснилось, что там, ну, реально селениями вымирают люди, да. Ну, в Башкортостане тоже масса загадок со статистикой. Мы их уже там многократно обсуждали. И смертность, и резкое падение процента смертности, и несоответственно. Ну, там много, там чисто математические, значит, не складушки, которые... Ну, Максим Васильевич, видимо, плохо учился в школе по математике. Он гуманитарий, наверное, или там больше склонен к биологии был и химии, и, соответственно, математикой пренебрегал. Вот. И здесь статистика не важна, действительно. То есть, нужно победить пандемию. Пандемию можно победить, ну, двумя способами, даже тремя. В некоторых странах она побеждена полностью, да. Например, там, в Северной Корее и в Туркменистане. То есть, в Туркменистане она запрещена, а в Северной Корее нет ни одного больного. Потому что, значит, ликвидированы физически все, кто заболел, остальных ограничили в контактах. То есть, это говорит о том, что если мы пойдем хоть сколько-нибудь цивилизованным путем, то к 24 июня мы не победим эпидемию. Ну, так говорит наука, а не я. Соответственно, ну, будем, значит, имитировать. То есть, мы будем рассказывать о том, как у нас началось сначала плато, потом снижение, падение, падение до нуля. Тут самая большая опасность для вот этих вот пропагандистов победы над вирусом в том, что, ну, начнет просачиваться достоверная информация. То есть, в эту ситуацию вовлечено огромное количество людей, и невозможно ни по теории, ни по практике удержать информацию в полной мере. Ну, можно, там, обвинять всех в дезинформации, можно ввести, там, уголовную ответственность за, там, оглашение недостоверной информации, там, о пандемии, да, то есть, что, собственно, и сделано у нас сейчас уже. Ну, это все не поможет, потому что есть медсестры, есть врачи, есть люди, которые, ну, по глупости местных властей обижены и, там, каким-то образом ущемлены, они молчать не будут, будут рассказывать. И, в конце концов, есть родственники, больных и умерших. Вот здесь уже масса вопросов, то есть, почему человек, у которого диагноз инфаркта, привезли в трех слоях полиэтиленовые пленки, запрещают открыть гроб на похоронах. То есть, вот эти вопросы, они же очень простые, но они совершенно непроходимые. То есть, и, ну, тогда не получится до нуля. Ну, будем, значит, как вот у нашего известного писателя Суркова, около нуля, да? То есть, будем где-то вот рядом, но не совсем ноль. Ну, смотрите, вот если предположить, что действительно есть некие сокрытия, но в последнее время ведь нет никаких выступлений массовых, вот как это было с РКБ. Там действительно были врачи, которые видео записывали, обращения писали. Как-то они были видны, а сейчас как-то более-менее ровно. Максимум, на что жалуются некоторые медики, это на то, что им денег недостаточно выплатили. Да, про невыплаты. Ну, во-первых, действительно худо-бедно наладили, по крайней мере, в крупных медучреждениях обеспечение СИЗами. То есть, ну, это действительно так. Потому что, ну, ситуация была вопиющая, и сейчас она стала невопиющая. Во-вторых, мы должны не забывать о подконтрольности и зависимости вот этого слоя общества. Это медики, это на самом деле бюджетники, которые самым сложным образом зависят от своего начальства. То есть, там не просто не получишь зарплату, а есть еще много-много других страшных вещей. То есть, не устроишься на работу. Это потеря квалификации, это неприобретение, там, каких-то, значит, определенных уровней и прочее, прочее. Невозможность устроиться потом на работу и так далее. То есть, для них это очень серьезно. Потому что, ну, врач – это одна из немногих профессий, которую нельзя поменять на что-то близкое. А знак равенства между ними и врачами, и учителями можно поставить? Или хуже еще ситуация? В прямом смысле, да. То есть, единственное, что так или иначе, более или менее устроенные медики, они, конечно, более, ну, высокооплачиваемы, чем врачи, чем учителя, извините. И, соответственно, конечно, там, ну, там есть некая классовая разница между ними. Вот. Но, тем не менее, да, они, конечно, в одной и той же системе, в одном и том же механизме задействованы. Вот этого вот бюджетного удержания огромного количества людей. Так что, ну, так. А вот эти случаи все-таки отдельно взятых частных выступлений врачей можно воспринимать как некий слом тренда, что, наконец, вот эти самые зависимые бюджетники начали поднимать голову? Или это все-таки какой-то такой из ряда вон выходящий случай, который не станет закономерностью? Ну, как в любом социуме, в любом сообществе идет прогресс, идет определенное развитие. То есть, есть, скажем, факторы, которые угнетают этот социум. То есть, вот устройство управления, условно говоря, там, медициной. Оно деструктивно и неправильно, да. То есть, этот фактор угнетает сообщество. Оно в основном состоит из здоровых людей, здравомыслящих, и они начинают этому сопротивляться. Мера и скорость этого сопротивления, усилия противодействия вот этому неправильному механизму, который существует, они очень разные. Они зависят от многих условий. То есть, это может длиться годами, десятилетиями, и может взорваться мгновенно. То есть, когда вот случилось такое, что случилось в РКБ, или вот в этой несчастной Архангельской районной больнице с этими двумя несчастными медсестрами. То есть, ну, это абсолютный нонсенс, абсолютный трэш, который вот взрывает ситуацию, и он многих наводит на мысль. Тут же очень много всяких триггеров, да. То есть, вот кто-то из врачей это прочитал, и для него это явилось последней каплей. Он сказал, ну, сколько можно уже, да. У нас тоже так, например, да. Он до этого момента терпел. Или, ну, то есть, какое-то коллективное сознание начинает образовываться, да, то есть, и так далее. То есть, этот процесс идет. Вопрос скорости, вопрос того, есть же встречный процесс. Ровно настолько, насколько деградирует система медицинской помощи, настолько же и сплачиваются вот эти люди, они там прозревают и понимают, да, что происходит. То есть, это такой нелинейный, на самом деле, очень сложный процесс, который идет вот в микрообществе. То есть, вот врачи, это такая каста определенная, и вообще медицинские работники, это каста. Это определенное сообщество, оно вот закрытое достаточно, у них есть своя этика, своя эстетика, то есть, у них есть свои правила, писанные и неписанные, то есть, они живут внутри вот этого. Это сложнее, чем просто общество разных людей, да. То есть и законы там несколько иные Так что, ну, предсказывать, наверное, динамика сложная Но то, что это не единичные случаи И то, что это, ну, определенная тенденция Это так Потому что ровно тогда, когда китайцы поймут Что рис это гарнир, весь мир начнет голодать Тогда же, когда врачи поймут Что они, на самом деле, от них зависит мир И люди И большие начальники, и маленькие люди Зависят от врачей И ровно тогда, когда они поймут, что они могут диктовать свои условия На самом деле Вот тогда эта ситуация может поменяться кардинально Ну вот мы, как журналисты, пока наблюдаем Ту ситуацию, что все-таки большая часть этих самых врачей Они готовы анонимно говорить о всех безобразиях Но только анонимно Ну и абсолютное большинство таких Безусловно, это так, потому что мы находимся в самой ранней стадии Какой-то, значит, реформы вообще И общества, и вот этих вот микросоциумов И макросоциумов, и так далее Кстати, вот упомянули ситуацию в Архангельской районной больнице С медсестрами в помещении морга Почему не как Минздрав Или там правительство не отреагировали? Минздрав отреагировал Он привел фотографию Помещения, где якобы находились эти медсестры То есть, ну, система отелей Хилтон вздохнула с завистью То есть, есть там информация неподтвержденная Что там быстро и срочно отремонтировали какое-то помещение для фотографирования Нет, Минздрав отреагировал То есть, вот стилистика Забелина Это все вранье Вот он заявляет, это все вранье Они показали замечательные условия В которых находились эти медсестры То есть, остается только выяснить Зачем вот этим вот уже пожилым женщинам 51 и 56 лет Вот так смело и отчаянно выступать Уже когда их там, ну, заперли в морге И они провели вот эту замечательную ночь А на следующий день одна из них пошла на работу А вторая отправилась там в изоляцию То есть, ну, что вообще бред И то, и другое, да Зачем им было нужно выдумывать вот эту страшную сказку Это обыкновенные, простите, деревенские медсестры Как вот мы только что обсуждали Забитые, запуганные и так далее И они вот так выступили и рассказали Я никогда не поверю в это Просто никогда Продолжаем программу Персонально ваш с политтехнологом Андреем Паталицыным В прямом эфире «Ах, Москвы и Уфе» Меня зовут Руслан Валиев Обратимся к вашим вопросам Которые вы присылаете по номеру Плюс семь девятьсот двадцать семь Тристо четыре десять пятьдесят один Ну, сначала давайте вот все-таки У нас больницу достроили Имея в виду инфекционный госпиталь под Уфой Правда, еще не запустили в эксплуатацию Вот, молодцы? Или ничего особенного? Нет, ну, феноменальная история, конечно То есть, пятьдесят пять дней То есть, на строительство даже В марте там снег лежал Да, блочного строения При том, что там, ну, полноценный Был фундамент, огромная плита Вернее, их там несколько было отлито И прочее, прочее То есть, ну, нет То, что это феноменальная история С точки зрения строительства Это факт То есть, я, ну, подозреваю Что где-то в мире, наверное, существуют И строительные организации И, там, технологии Которые позволяют вот с такой скоростью строить Но только не у нас Ну, в Китае это справляются Ну, с Китаем вопрос большой, на самом деле Правда это или неправда Там потом начали уточнять Что, оказывается, это не десять дней было Вовсе и не двадцать А там, ну, ну, неважно Мы здесь вот наблюдали Да, это безусловное достижение Значит, там начались рассуждения о том Что, там, не те панели стоят на фасаде И прочее Ну, я вполне допускаю Что в подобной, значит, спешке Там какие-то недочеты Какие-то, ну, дефекты Неизбежно будут Вопрос в том, что главное Чтобы, ну, в основном Инфраструктура работала А остальное, там, ну, докрасит Условно говоря, чуть позже Да? Вот, то есть тут Для меня, например, нет сомнений В том, что это успешный проект Который был четко Срок и, ну, с определенными параметрами Реализован Тут, конечно, хотелось бы посмотреть Экспертную оценку С точки зрения, там, стоимости И, значит, сметных вот этих вот моментов Но я, например, со своей стороны Ну, не строителя Но просто с логической точки зрения Вполне допуская некое повышение Стоимости работы Ну, в таком режиме, да? То есть, ну, хотя бы то, что сменность была На зарплаты Да, то есть три смены То есть кто-то ночью работал Людям нужно платить дополнительно Ну, то есть надо просто посмотреть смету То есть вот прежде, чем начинать вопить на тему Там, куда делись миллиарды Нужно посмотреть смету И потом обоснованно об этом рассуждать Ну, я подозреваю, что нам никто смету Так особенно не покажет, да? А есть ли смысл в данном случае Рассуждать о смете? Ну, нет, с другой стороны, да Не то, что даже не столько благое Сколько экстренное И в этой ситуации, наверное, как бы Рассуждать о целесообразности И нецелесообразности Ну, можно бы С точки зрения того, что деньги Все-таки государственные Ну, вопрос там срочности То есть если бы конкурс длился Пару-тройку месяцев Может быть, оно бы вышло и дешевле Но так как этого времени не было То вот имеем то, что имеем Так что я считаю, что это бы успех Конкретно Андрея Назарова? Во многом Потому что он, конечно, там Сам не строил И не участвовал в этом С точки зрения там Проектирования и прочих вещей Но контрольная функция И недопущение Проникновения в эту сферу Некоторых определенных Участников процессов И влиятельных людей Которые, ну, по моим сведениям Желали поучаствовать В этом бюджете И, значит, это, да Это заслуга Из чиновников или из бизнеса? А у нас есть различия? Ну, все-таки формальные есть Конечно, то есть Безусловно То есть никто из чиновников Там не собирался Бегать с мастерком И лопатой строить Но некоторые из них Собирались поучаствовать Своими партнерами Своими, как говорится Компаниями в этом проекте Я знаю точно об этом Так, ну и обещанные вопросы Вот вам обращаются Ну, наверное, вот С учетом того, что мы заговорили О правительстве республики Вам не кажется, что Тимур и его команда Из Красногорска Заняла самые жирные И вкусные места В правительстве республики? Ну, это, видимо, образные выражения Ну, образные выражения Нет, это не кажется Это так на самом деле Если Хабиров это Тимур То он вообще занял Позицию главы республики А вся его команда Или там Как бы Как они себя называют Значит Ну, да, конечно То есть На мой взгляд Это очень нецелесообразная Была история То есть Тут Хабиров там Принес в жертву Значит Здравому смыслу Свои обязательства Перед своими друзьями Но я думаю Что в скором времени Начнут истекать Сроки годности Этих обязательств То есть Кое-кто из них Должен будет покинуть Эти посты То есть Тем, кому были отданы Эти посты Ну, по дружбе По обещаниям В администрации главы Или в правительстве Или и там, и там В большей степени В администрации главы Ну, хотя и в правительстве Конечно, тоже То есть Эти люди Не оправдали ожидания Или ожидания особо не было На вашем случае В основной своей массе Многие Ну, в основной своей массе Они не справились И это становится Объективно понятно И Ну, с точки зрения Здравого смысла И Некого Инстинкта Самосохранения Хабиров будет вынужден От них избавляться Ну, вот вы В своих Видеороликах На ютубе Довольно часто Рассуждаете, да На тему того Что вот тот или иной Представитель правительства Может уйти Сейчас можете назвать Кто в первой очереди Находится Ну, это всегда Такое гадание На кофейной гуще То есть Вот по поводу Динамики Скорости Очередности Ну, первым уйдет Тот, кто Первым Не справится Очевидно С каким-либо Задачем Я последнее время Внимательно наблюдая За Ренатом Башировым Вижу, что он Ну, он Последовательно Не справляется Со всеми заданиями Которые ему дают Но ему дают Все новые и новые Дают все новые и новые Их уровень все ниже и ниже Соответственно Ну, и масштаб То есть И экономический А вот это же дали Вот по Минздраву По ковиду Все это дело курировать Ну, это же Вот относительная вещь Значит, курировать Это приглядывать Не участвовать Не принимать решения Да И прочие вещи То есть Ведь главная Кормовая база Это право принятия решения То есть Если бы Ренат Подписывал Там Какие-нибудь Решения О там Закупках Еще каких-то вещах Там По тому же самому Там Вот этому госпиталю К которому он близко Не был допущен То есть Ну, к процессам По этому госпиталю Это была бы другая история А тут ему дали Приглядывать и докладывать Это достаточно такая Пустая И в общем-то Где-то даже постыдная Функция Полицейская Да И я вижу Что Ну, вот этот уровень Поручения Он начинает снижаться Последнее время То есть Ну, я не утверждаю Что Баширов Будет первой жертвой Вот этой Рекогносцировки Вот этого изменения Состава Но тем не менее Он там, да Где-то в этих кандидатах А с точки зрения Наоборот Поступательного движения Вверх Я в данном случае Возвращаюсь к Андрею Назарову Почему Все никак Вот его не утвердят Премьер-министром Хотя уже И ради Хабирова Всячески подчеркивает Его роль Второго лица В республике Ну К первостепенной причине Я отношу Ситуацию вообще То есть Не до этого Не до этого То есть Ну и в том числе Это все-таки Там должна и Москва Решать и прочее Второе То, что Хабиров должен Деятельно И объективно Доказать Во второй итерации Этой попытки Что Назаров Действительно Гозен То есть Доказать настолько Убедительно Что ну Вот аргументы Его оппонентов Бы уже не сработали Оппонентов В Кремле Которые согласовывают Данную родину То есть тех людей Которые так или иначе Противодействовали Этому процессу То есть Чтобы им Не было возможно Ну и строительство Госпиталя Тут конечно Один из самых Главных аргументов То есть Вот эту вот Эту ситуацию Заметили в Москве Я точно знаю О том Что как бы Ну Башкирия Не на самом лучшем счету По истории с Ковид-19 По стране После РКБ И после РКБ В том числе И много других факторов Там в том числе Достаточно скучные Но научные аргументы О том Что у нас Не все благополучно С этой ситуацией И развивается Не так Как могло бы развиваться Но вот история С госпиталями Она во многом Вытягивает И авторитет Хабирова И как бы Ну вот эту всю историю Вверх Соответственно Ну посмотрим Я думаю Что сейчас пока Вообще Так как вообще Никаких кадровых перестановок В принципе В стране не происходит Серьезных И внутри республики Тоже кстати говоря Не главы районов Самые уже Которые там Набедокурили И давно пора Но они все равно сидят То есть Это я думаю Что процесс начнется Или август Или сентябрь Там посмотрят Опять же выборы в сентябре Может быть Это несут На более позднюю осень Но там будут Конечно Такие веселые времена Ну еще один вопрос К вам от радиослушателя Почему пропала Критика комитета Госкомтранса На оперативке Видимо В ваших обзорах У меня пропала Да Подождите Тут надо уточнить Все таки А не 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 В данном случае Имеется ввиду Пропала критика Со стороны видимо Радиохобирова Ваше мнение Я то вообще в ярости Вот я же рассказывал Что на прошлой неделе Я пробил себе Два колеса На ровном месте На бульваре Ибрагимова И теперь значит Это Сержусь Нет С моей стороны Ничего не пропало Хабиров Поменяв Махмедьянова На Морзаева Ну во первых Он дает ему Некий карт-бланш Как любому новому Руководителю В период времени Во вторых Ну вот был Последний раз Там этот разговор По поводу Ямочного ремонта То что он Идет не по графику Уже Правда Хабиров не высказывал Недовольство Но отметил Про себя Я думаю Что Ну вот эти Проблемы И критика Они впереди После 15 июня Начнется некий Разбор полетов Ну опять же Тут опять же У нас Ковид Опять у нас Значит не до этого И так далее Но Я думаю Что Морзаев Еще Ну там Как сказать Свои оплеухи Получит И от жителей И от Главы республики Потому что на самом деле В должности Это расстрельная То есть Как бы Хорош не был Специалист И если он Специалист Начнем с этого То все равно Он обречен На некие претензии Большего или Меньшего масштаба То есть И тут Искусство Удивлять И искусство Казаться А не быть Наверное Становится Ну на первый план Для этой должности А шансы есть Добиться чего-то Вот сейчас Наверное Я предполагаю Денег будет меньше Выделено Даже из-за планированных Ну вот Мое субъективное мнение Что наверное В этой отрасли Нужно во-первых Искать Срочно искать Технологические решения Отличные От тех Которые были раньше Если продолжать То что делалось раньше В том же Темпе Тех же технологиях И с теми же Подрядчиками И компонентами Конечно ничего не получится Потому что Из года в год Не получалось Так ведь То есть Ну это По логике Если начать Все-таки Фрезеровать дороги Если начать Что-то делать Иначе И прочее То есть Может быть Что-нибудь получится Может быть Надо менять Подрядчиков Может быть Надо менять Компоненты То есть Я вот К сожалению Не специалист Но технология Методология Очень простая То есть Когда Убедился Что там Десятки лет По одному Тому же пути Ходить нельзя Значит Надо искать Иной путь Может быть Это спасет Морзаева От каких-то Катастрофических Проявлений И так далее То есть Не знаю Я плохо С ним знаком То есть И как бы Не понимаю Пока Его Ни сущности Ни его способности Ни его команды То есть Посмотрим То есть 15 июня Оно близко А вы слышали Что у нас Вот эта текущая Короткая Рабочая неделя Она не простая Неделя А неделя Предпринимательство В республике Слышали Ну тогда Ваше мнение По поводу Того Что у нас Бизнесом Происходит У вас Наверняка Есть Среди подписчиков Тех Кто бизнесом Занимается Что говорят Что пишут То есть Бизнес Как-то Пережил Это все Очнулся Заново Или что Какова Ваша Картина Мира Во-первых Он не очнулся Потому что По разным оценкам 40-50% Закрыто Тупо То есть Каких-то Вот именно Предприятий Малого Среднего Бизнеса Если мы Говорим Об этом То есть Сода Работает Башнефть Работает Это тоже Кстати говоря Бизнес И Роскосмос Работает Это тоже Бизнес Вот Там Кафе Рестораны Какие-то Значит Фитнес Залы И прочее Закрыты Если мы Говорим Про это То Тут Речь о том Что Кто-то Очнулся Или Опомнился Вообще Не идет Потому что Они еще Вообще Не поняли Что с ними Произошло И что Будет Дальше Но Мне вот Много Очень пишут И писем Приходит Много Там Из Белорецка Я озвучивал Одно письмо А там Женщина Написала Я даже Обращался К Иванюте Там В таком Скажем Условно Говоря Открытом Формате То есть Ну Торговый Центр Белорецки Не Не услышал Никаких Увещеваний По поводу Аренды Все время Простое Требует Оплачивать От предпринимателей Местных И так далее Ну что Куда они Очнутся Они живут На живую Нитку Особенно Эти низовые Предприниматели С очень Маленькой Моржой С постоянной Выручкой Колбаса Закупка Снова колбаса Снова выручка То есть Это люди Небогатые И у них Нет никаких Резервов Нет Я очень Негативно И очень Как сказать Апокалиптично Смотрю на Судьбу Малого Среднего Бизнеса В России То есть Единственная Надежда На перераспределение То есть Условно Говорю Если кафе Закрывается То есть Надежда Что кто-нибудь Его купит То есть Вот только Так Смена Хозяева Это не Трагедия Для потребителя Нишу заполнит Другой бизнес Условно Говоря Нет Нишу Заполнят Те у кого Есть деньги То есть Бизнес Вот хотелось бы Чтобы он Остался Тем же То есть Если кафе Закрывается Потому что Разорился Его хозяин Хотелось бы Чтобы появился Новый хозяин И там тоже Было кафе Потому что Изменение Структуры Ну вот Сервиса Структуры Торговли Это достаточно Нежелательная История То есть Если все Вдруг Ну как у нас Обычно Волнами Все начинают Торговать Разливным пивом Потом все Занимаются Игорным бизнесом Потом еще Чем-то таким Но это неправильно То есть У нас сложилась Какая-то Структура Этого бизнеса Хотелось бы Чтобы она Хотя бы Сохранилась Она еще Несовершенна Даже сейчас Ну а так Я вообще Конечно С грустью и печалью Смотрю на Судьбу Малого и среднего бизнеса Я думаю Что все Вот эти Потешные мероприятия Типа недели Предпринимательства Там прочие Вот эти Видеоконференции Бойцовой На тысячу просмотров Это конечно Ни о чем Ну а как же Вот те же самые Все-таки Не можем не вернуться Предложением Путина Который С третьего раза Но все-таки Озвучил Конкретные меры Конкретные суммы В том числе Простым гражданам Ну правда Родителям только Но все-таки Деньги Ну Путин Выполнил только Одно из пяти Условий Навального Да Но все-таки Нет Это конечно Все Надо было просто Внимательно смотреть На лицо Нашего лидера Вот то отвращение Негодование Которое было на нем Написано Когда он даровал Эти 10 тысяч Людям Это ну В переводе На человеческий язык Изначало Что это все Что я могу Для вас сделать Или все Что я готов Для вас сделать То есть Это ни о чем Абсолютно То есть 10 тысяч детям Ну То есть Это непонятно Что с ними Что без Это даже обсуждать Нет смысла Абсолютно Есть еще Вот две темы Которые хотелось бы Обсудить По движению Башкорта Закончился судебный процесс Минувшую пятницу И оно Ожидаемо Наверное Признано экстремистским И запрещена его деятельность Я не спрашиваю Ожидали ли вы этого решения Вот Но удивило ли что-то В ходе процесса Если вы за ним следили И чего дальше ждать Тем Кто в этом так или иначе Участвует Ну Начнем с того Чтобы не подводить Любимую радиостанцию Мы должны Заявить о том Что решение суда Является И носит силу закона В Российской Федерации Пока оно не отменено И мы вынуждены Ему подчиниться Сказать запрещенное в России Мы будем считать Что да Значит Организация Башкорта Она запрещена в России Как экстремистская Но обсуждая ход Суда Тут конечно я отмечаю Ну Некую скомканность Подачи Вот Этих экспертных оценок Многие Подвергли сомнению Квалификацию Экспертов И аргументы Которые были Приведены И та Ну Абсолютная готовность Суда их воспринимать То есть Когда есть сомнения Можно было бы Для приличия Посомневаться То есть Там не было никаких сомнений Эксперты Зачитывают оценку Суд Годится Там скорее была спешка Да Была спешка То что это было поспешно сделано Это тоже было очень заметно То что они по полной программе Воспользовались Вот этими ограничениями В связи с пандемией То есть По допуску журналистов По допуску там Ну там Наблюдателей Там Не знаю Там участников процесса И так далее Это конечно так Вот Не вызывали ни свидетелей Дополнительно Хотя Одна Кто присутствовал Или не присутствовал При этих Пресловутых словах Алчинова Об отделении Башкортостана От России То есть Это все Игнорировалось судом Все это наводит на мысли Конечно На некоторый там Ну перекос В сторону Вот Условно говоря Предпочтение суда Принять вот это решение Вот так вот Будем Окольно это все Ну можем ли мы это называть Политическим заказом Здесь вероятнее всего Сложились Интересы Вместе сложились Сошлись в одной точке Интересы федералов Интересы Хабирова То есть Вот когда Хабирова одного Обвиняют в том Что он погубил Башкорт Это на самом деле Несколько Такой Преувеличенный Аргумент В его Вернее Комплимент В его адрес В том смысле Что ну Это не совсем Его заслуга Не совсем там Заслуга Зампрокурора Логинова Там и прочее То есть Тут сошлись Интересы И федеральной Службы безопасности И многих других Служб Которые вот Вот Башкорт Хотели закрыть А Башкорту много лет А до этого Как-то все нормально было Да Вот это тоже Одна из странных ситуаций В том что Ну В чем только Не обвиняли Башкорт Но только Не в экстремизме И вдруг Значит возник Вот этот экстремизм Скорее В некой коллаборации С властями Да все что угодно Их без конца Обвиняли в том Что они Недостаточно последовательны Иногда там Откатываются назад Идут навстречу Пожеланиям Там где-то там Что-то отменяли И так далее То есть Ну Я лично То есть Со своей Субъективной точки зрения И будучи знакомым Со всеми лидерами Этой организацией И с их идеологией Я никогда Вот все что угодно Видел Там много глупостей Было Непоследовательности Каких-то вот Ну Вещей которые Мне не нравились В их идеологии Но экстремизм Я там не наблюдал Я не эксперт конечно Но То есть А уж когда заговорили Про то что ИН Это или не ИН На самом деле Вот это собрание Ну это было смешно вообще То есть Ну какая разница Как это называть Ну в общем Нет Ну еще особое конечно Отвращение У меня лично вызвало То как в едином порыве Башкирская интеллигенция Поддержала это решение Вот это было конечно Самым отвратительным То есть Ну специально обученные И нанятые люди Значит Во всяких разных Не вполне адекватных Изданиях Значит В один голос Рассказали о том Как они ненавидят Оказывается Башкор Теперь После решения суда В том числе Которые с ними выходили На митинге Которые с ними вместе работали Которые там И зачастую состояли В этом Башкорте Но теперь значит Почему-то до этого решения Они не били в колокола И не рассказывали Значит Любимому и дорогому Башкирскому народу О том Как вреден И опасен Башкорт А теперь После того Как решение суда Было принято Они все вспомнили Оказывается Как они С каким Значит Негодованием Они относились И относятся К деятельности Организации Это конечно Очень напоминает Вот эти все Пресловутые Тридцатые годы Когда в едином порыве Советский народ Судил Пастернака Но не читал его Вот защита Башкорта Грифа Лая Пара В частности Утверждает Что вот Судьей конкретной Были нарушены Многие Элементарные Скажем Правила Введения процесса И есть все шансы Потом это дело Обжаловать И более того Привлечь к ответственности На ваш взгляд Есть такие шансы Ну в сложившейся Системе правосудия Нет То есть С точки зрения Там классического Римского права Может быть То есть В ЕСПЧ дойти Если например И тогда Россия Условная Выплатит Компенсацию Ну не знаю Не знаю Вот нет Как это будет В ЕСПЧ Но они не успеют дойти Потому что Поправки в Конституцию Уже примут И мы же знаем Что одна из главных Поправок Это главенство Российских законов Над международными И это главное От чего нужно Избавиться Путину Попутно Став там Вечным правителем Да То есть Пока Гарифола и Паров Дотянется до ЕСПЧ Уже Это перестанет работать И ему скажут Нет А на этом Все закончится Или все-таки Возможно Какие-то процессы В отношении Отдельных членов Организации Которая Кстати Не была зарегистрирована Юридически Я вот это Очень опасаюсь То есть Что возможно Если там продолжатся Какие-то движения Какие-то Процессы Возможно Или будут этим пугать Или действительно Реально начнут Возбуждать Персональные претензии К тому же Алчинова И Габасова И прочим Не хотелось бы Чтобы так случилось Конечно Но это вполне возможно На мой взгляд Отсутствие Какой-либо Не скажу Бурный Но более или менее Обозначенной реакции Общества На эту ситуацию О чем говорит О разобщенности народа Только об этом И непонимании Что происходит Напуганности И так далее То есть Феноменальный процент Сельского населения Среди башкир То есть Феноменальный В смысле Для других Иных народов России Он как раз К сожалению Этому способствует То есть Люди забиты Люди напуганы Они зависимы От местных Маленьких царьков И прочих вещей То есть К сожалению Это так То есть Даже несмотря на то Что у того же Башкорта Там 60 тысяч подписчиков Это не дает Шансов Я не знаю Какой-то протест Волну вызвать Нет? Я не думаю Что это вообще Реально сейчас То есть Возможно Какая-то Так сказать Какая-то Передислокация Этих сил Этих людей То есть Святое место Пусто не бывает И люди Вот В большинстве Своем От идей И своих убеждений Не откажутся Они могут На какое-то время Замолчать Задуматься Оценить ситуацию И учесть ошибки Но рано или поздно Это все начнет Снова повторяться То есть Имеется ввиду Все равно На этом месте Будет создана Какая-то иная организация Учтут ошибки Вот этой организации И прочее Я думаю Что это неизбежная история Время Не знаю Сколько на это понадобится Учитывая Нынешнюю ситуацию И прочее Ну и еще один процесс Я не могу не упомянуть Он сегодня начался В Самаре Имея ввиду Айрат Дельмухаметов Военный суд Тройка судей Фактически Вот уже есть у нас Новость на сайте Там три фамилии Ничего существенного Правда не произошло Сегодня Но заседание По словам наблюдателей Сегодняшних коллеги Наши из Самары Говорят что Судьи ведут себя Подчеркнуто учтиво И даже разрешают Чуть ли не видеосъемку То есть процесс Начался неожиданно Открыто Для военного суда На ваш взгляд Что происходит И чего ждать От этого процесса Ну Я с большой осторожностью Отношусь к военным судам Я присутствовал Как-то на одном из них И Ну помню атмосферу И подходы этих судей К вопросам Ну Честно говоря Я не настроен Оптимистически По делу Арата Дельмухаметова Я думаю что Возможно будет Соблюдены все правила Морализонского балета И разрешат вести Видеосъемку Но при этом Примут то решение Которое они уже Я думаю Запланировали Себе То есть Даже каких-то смягчений Нет? То есть заранее Точно все известно? Возможно Срок не будет Как бы Избыточно огромным Но Вероятнее всего будет Это история Исключительно федеральная Или тоже имеет Корни в Уфе На ваш взгляд? Это тоже Вот Как бы Некий симбиоз Интересов Потому что Да Дельмухаметов попал В сферу интересов Федеральной службы безопасности Как потенциальный Экстремист И Значит Сепаратист Ну И при этом Местные власти Не то чтобы Даже не заступились А вполне были удовольны Тем что это случилось То есть Он тоже Он сильно раздражал Хабирова Ну по крайней мере Чисто вот С точки зрения Такой политической аллергии То есть Он не был Серьезной силой Или серьезной угрозой Там на выгодах Еще где-то Да Но Аллергическую реакцию Он вызывал А не было ли выгоднее Все-таки Я не знаю Взять его Не в команду Если Ну хотя бы Как-то вот Посотрудничать Хабиров политически Очень некорыстный человек Он вообще не склонен Извлекать политических выгод Он зачастую Терять склонен Политические дивиденды И капиталы В угоду С собственным Ну иногда Абсурдным убеждениям То есть С теми людьми С которыми нужно сотрудничать Где-то пренебрегая Какими-то расхождениями Интересов Он категорически нет Вот его вот То есть он такой вот Честен по сути дела Да Перед собой людьми Он прямой как лом Так То есть Хорошо это или плохо Я не знаю Но для политика Это просто невозможная Конфигурация Для политика наверное опасно Но это как-то вот оно Льстит наверное Ему да Знакомым друзьям да То есть как бы Он там вот Своих не бросаем Пятое-десятое Это действительно Очень приятно И удобно Для окружения Для политической ситуации И в целом Для республики Это плохо То есть Он не гибок Он не адаптивен Ну что ж На этом мы будем Тогда заканчивать Я благодарю Нашего сегодняшнего гостя Политтехнолога Андрея Пателицына И всех кто был с нами До свидания До новых встречи До свидания Спасибо Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok